Здравствуйте! Как всегда, в это время на телеканале ИТВ программа «Наши новости». В студии для вас работает Егор Зайцев. Прямо сейчас подведем итоги текущего дня. Глава республики в ходе рабочей поездки ознакомился с проблемами Первомайского района. Назвал его перспективным, но заслушливым и безденежным. Живут на мизерные зарплаты, выполняют нагрузку сверх нормы и не получают за это стимулирующих. Водители скорой помощи не намерены больше молчать. Эти моменты серьезнейшие. Надо просто на это серьезно обратить внимание. Перспективный, но заслушливый и безденежный. Именно такую характеристику получил в свой адрес аграрный район полуострова Первомайский. Там с рабочим визитом побывал глава республики Сергей Аксенов. Цель поездки – вопрос финансирования ряда социальных и инфраструктурных объектов поселка. Безграничный потенциал земли и человеческого труда Первомайского района сегодня оценил по достоинству глава республики Сергей Аксенов. Сельскохозяйственная отрасль – это то, чем гордятся местные жители. 42 населенных пункта бесперебойно занимаются производством зерновых и технических культур, а также овощеводством, садоводством и животноводством. На территории района действует 59 агропромышленных предприятий. Обеспечить занятость 100% жителей насилия. Без этого мы, конечно, вопросы не решим. У людей должны появиться здесь деньги. А задача государства – создать условия здравоохранения, образования и досуг. То есть, вот это наша основная позиция. А в остальном все государственные программы должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку тем предпринимателям, которые решили на селе организовывать свой бизнес. Сегодня для дальнейшего развития территории необходимы денежные средства. Проблемы разного характера и направленности буквально окружили поселение. В фермерских хозяйствах не хватает оборотных средств. Все, что были выделены ранее, из республиканского и федерального бюджета уже потрачены, а новых еще не поступило. Кроме того, местные жители уже не первый год жалуются на качество воды, которой они вынуждены пользоваться за неимением альтернативы. Как и везде, здесь есть и проблема с устройством ребенка в детский сад. Не всем по карману, еще раз говорю, объем средств на селе, то есть, гораздо меньше у людей, чем в муниципальных образованиях городских. Поэтому принято такое решение, то есть, вот всех сельских жителей от оплаты за детский сад с 2018 года освободить. Стоимость проекта около 900 миллионов, 960 миллионов рублей предварительно, но думаю, как раз, что все равно это поможет. Несмотря, что на дворе 21 век, в большинстве сел района отсутствует интернет. Не лучше обстоит дело из развлекательной сферы в поселении. Самое сердце Первомайского кинотеатр «Кубань» сегодня в плачевном состоянии. Разрушалось здание в течение многих лет, и сейчас его аварийность несет реальную угрозу жизни. Руководство района уверено, территорию можно возродить. 8 миллионов рублей и в поселке новый сквер с летней площадкой. Мы за три года восстановили то, что 30-35 лет разрушалось. А вот я даже был просто на объектах культуры, образования, здравоохранения. Последние ремонты 75-й год, 78-й и так далее. Идет процесс постепенного восстановления инфраструктуры населения. Решить разом все проблемы района, конечно, не получится. Но уже в этом году будут выделены средства для его развития, отметил глава республики. В частности, пройдут капитальные ремонты зданий и помещений образовательных учреждений. Достроится и детский сад в селе Войково. Получат поддержку и фермеры поселения. Дарья Костенко, Служба новостей и ТВ. Ремонт общеобразовательных учреждений, строительство новых детских садов, подготовка к грядущему учебному году, а также санитарная чистка Симферополя – основные темы очередного оперативно-хозяйственного совещания. Глава администрации Геннадий Бахарев уверена, несмотря на финансовые трудности, все поставленные задачи будут выполнены. Одна из главных тем оперативно-хозяйственного совещания, которое сегодня прошло в стенах Симферопольской школы номер 30 – реализация программы развития образования в городском округе на 2016-2018 годы. Как отметила заместитель начальника управления образования администрации Крымской столицы, одно из приоритетных направлений развития этой программы – доступность дошкольного обучения. К сожалению, в Симферополе существует острая проблема, связанная с нехваткой детских садов. В 56 дошкольных учреждениях, которые имеют проектную мощность, всего 10 тысяч детей на сегодняшний день обучаются и воспитываются более 14 тысяч воспитанников. Все учреждения, конечно, функционируют в режиме развития. На сегодняшний день 54 дошкольных учреждения уже имеют лицензии. Не имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности два учебных учреждения. Это дошкольное учреждение номер 30 «Березка», где ведется капитальное строительство в настоящее время, и дошкольное учреждение номер 75 «Золотая рыбка». За 2016-2017 годы на площадках пяти учреждений образования города были установлены модульные детские сады. А также по программе ФЦП ожидается появление девяти новых дошкольных учреждений. Что же касается общего среднего образования, то уже с 1 сентября текущего года школами будут охвачены 42 627 детей. Несмотря на это, 29 общеобразовательных учреждений продолжат работу в две смены. Мы понимаем, что вот эти цифры, которые прозвучали о двух сменах, это тревожный сигнал, и это новое испытание, которое встает уже перед руководством города. Мы знаем, что Российская Федерация, государство, после того, как решила проблемы с очередями в детские сады, поставила перед собой цель ликвидировать трехсменное и двухсменное образование в наших общеобразовательных учреждениях. Помимо этого, в городе есть и проблемные общеобразовательные учреждения. Канализация, кровли, пищеблоки, откосы и многое другое. Слабые места, на которые Роспотребнадзор регулярно обращает внимание. Конкретно речь идет о 2, 5, 6, 21, 22, 36 и других школах Симферополя. Глава администрации отметил, финансы, выделенные для ремонта этих зданий, были отданы на строительство детского сада. Вот такая ситуация. Мы ее докладывали и, в принципе, руководству республики. Нам сказали, выхода нет. К сожалению, ничем помочь. Финансово мы не можем. Исполнять поручение президента – это приоритетно, поэтому мы приняли такое решение. Несмотря на существующие трудности, в администрации подчеркивают, работа по улучшению уровня дошкольного и школьного образования ведется постоянно. Каждый ребенок получит право на обучение. Второй значимой темой на оперативно-хозяйственном совещании стал ремонт дорожного покрытия в Симферополе, а также санитарная очистка столицы. Власти подчеркивают, работы осуществляются согласно установленным графикам. Ликвидировано 6 стихийных свалок. Перелог Заводской 29, улица Севастопольская 128, улица Неконорова, Петровские высоты, пригородная на улице Шполянской 2. Ликвидировано 3 очага Амброзии. Это улица Куйбышева 60-24, улица Коммунальная 57-А и улица Крылова район Пневматики. Выполнялся покос на 8 улицах города и на 5 транспортных развязках. По словам главы администрации Симферополя Геннадия Бахрева, большое внимание уделяется также очистке русла реки Салгир. Уже сегодня подготовлена сметная документация и проведено обследование. Согласно расчетным данным, на санитарные работы городу необходимо порядка 500 миллионов рублей. В данные заявки отправлены в вышестоящий бюджет республики, потому что это практически для нас невыполнимо. То, что сейчас делается по очистке берегов русла, да, это мы делаем своими силами. То есть это санитария, и то она не всегда там, скажем, достаточно контролируется. Мы сейчас сделали акцент на парке, сквере и русло реки Салгир. А вот капитальная работа, ну без денег его не сделаешь, это специализированная работа. Там только, значит, спецтехники прочистка русла 200 миллионов надо. Также, как стало известно, начальник департамента городского хозяйства Симферополя был отстранен от должности. Как отметил глава администрации крымской столицы, будучи на испытательном сроке, Юрий Тимонов не справился со своими обязанностями. По словам Геннадия Бахарева, новой кандидатуры на освободившуюся должность пока нет. Егор Зайцев, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ. Сотрудники скорой помощи призывают обратить внимание на их проблемы. А вот уже который месяц водители вынуждены жить на заработные платы, порой не превышающие 8 тысяч рублей. При этом в Крыму больше не существует должности санитара, обязанности которого за половину оклада раньше и осуществляли водители скорой. В Доме профсоюзов сотрудники провели очередное собрание. Их проблему изучили в Республиканском Минздраве. Будут ли бригадам скорой платить больше и как оказывать помощь больным в сложных социальных условиях, смотрите далее. На входе в Дом профсоюзов многолюдно. Уже у дверей люди оживленно обсуждают свои проблемы. В сущности всех объединяет одна трудность. Они работники скорой помощи, живущие на зарплаты, близкие к прожиточному минимуму. В нынешнем году была упразднена должность санитара в бригаде. Раньше эта ставка поровну делилась между водителем и фельдшером, которые выполняли обязанности, закрепленные за младшим медицинским работником. Собрание профсоюзов, посвященное этой проблеме, уже не первое. Однако желаемых результатов сотрудники скорой так и не добились. Наши руководства, скажем, мягко говоря, не слышат нас. Говорят, что твердят, что по закону не положено. Но ведь если так разобраться, у нас их бригады не укомплектованы. Люди как бы за такую зарплату маленькую не хотят идти на работу. И у нас получается один фельдшер и водитель. А полная бригада по Российской Федерации, это идет врач, фельдшер и медсестра. Уже в зале проблемы сотрудников выслушивает заместитель министра здравоохранения Крыма Алексей Слободяник. А с отчетом выступает Сергей Останкин, директор Центра медицины «Катастроф». Именно к нему у собравшихся масса претензий. Водители жалуются, им не гарантирована безопасность. Пример – инцидент в Олубке, когда мужчина избил их коллегу. Еще одна проблема – практически полное отсутствие стимулирующих выплат некоторым сотрудникам. Автомобили также зачастую ремонтируются за свой счет без компенсации. Прошу вас ответить на мой вышеизложенный вопрос. Кто и как будет выполнять дополнительную работу по должности санитара. Прошу вас не передавать никому слово, так как все приказы подписаны вами. И вы осведомлены в данном вопросе. Если в штатном расписании не предусмотрена должность водитель-санитар, ее нет, ее исключили, совмещение должности санитара, потому что должности санитара нет, то и вопрос лежит уже в рамках какой-то социальной ответственности водителей, которые, выполняя свой гражданский долг, мы проанализировали. В ходе заседания было принято решение вынести на голосование вопрос о недоверии руководителей ведомства. Большинство присутствующих оказались несогласными с деятельностью директора. В Минздраве о существующей проблеме осведомлены. Однако на данном этапе ситуацию можно изменить, лишь обратившись в Министерство здравоохранения России. Также водители могут компенсировать убытки, попытавшись повысить размер стимулирующих выплат. Доля правды в ваших претензиях к администрации, потому что, откровенно говоря, многие вопросы, которые здесь поднимались, они могли бы быть решены, даны соответствующие разъяснения именно на уровне администрации Центра экстренной медицинской помощи, на уровне профсоюзной организации, на уровне трудового коллектива, на уровне юридической службы, на уровне экономической службы и так далее. Потому что ничего, скажем, тут военного, скажем, вот каких-то нерешаемых вопросов здесь нет. В то же время сотрудники скорой убеждены, без должности санитара эффективность выезда к больному снижается в разы, ведь порой обязанности оказания первичной помощи возлагаются на медсестер. Водители же, несмотря на пункт в уставе, гласящий, что они должны выполнять указания старшего бригады, ссылаются на трудовой кодекс. Согласно документу, они не должны делать то, что не предписано контрактным договором. А ведь есть и особенно сложные категории пациентов, к примеру, с психическими отклонениями. Такие выезды без помощи санитаров представить сложно. Эти моменты серьезнейшие. Надо просто на это серьезно обратить внимание. Они отмекаются. Да нет приказов. Значит, решать надо. Значит, надо вносить. Это я к вам. Отметим. Очередная активность водителей скорой помощи вызвана инцидентом в Оренбурге, где 16 июля врач тащил пациента в автомобиль по асфальту. Впоследствии больной умер. Водитель отказался помочь медику, сославшись на перенесенную операцию на спине. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин. Служба новостей и ТВ. Под Севастополем идет сбор урожая персиков. Однако рекордным его не назовешь. В этом году плодов меньше, чем в предыдущем. Что на это повлияло и экспортируют ли крымский персик на материк. В поля, где с самого раннего утра трудятся садоводы, отправилась наша съемочная группа. «Колючий, кусачий, чешешься от него. Жарко. Жарко. Работаем с утра». Бригада женщин-садоводов выходят в поле в 5 утра, работают до полудня. На солнцепёке трудиться опасно, да и персик не так поддается, как утром. В этом году его, к сожалению, не так много, как в предыдущем. По крайней мере, это констатируют агрономы и садоводы бывшего совхоза Полины Осипенко и Качинского предприятия. Мало персиков – это последствия апрельских заморозков. «Была проблема у нас, конечно, с болезнями в этом году, как никогда. Курчавость листьев персика – это одна из основных болезней персика. Просто поглощала его полностью, боялись вообще, что не получим урожай. Но путём многих опрыскиваний, закупкой ядов, опрыскиваний справились с задачей». К счастью, на вкус погода и болезни не повлияли. Персик только доспевает, а некоторые плоды уже готовы к продаже. «Персик выбираем самый красивый. Самый красивый, чтобы окрас был, чтобы он был не обязательно спелый. Он должен быть жёсткий по стандарту, но он должен быть очень красивый. Вот зелёный персик. Вот такой мы не берём. Это зелёный ещё персик. Он будет когда-то. А вот такой уже берём». Персик может сутки полежать и уже спелый. Этот сорт не отечественный. Заокеанский Red Heaven средне-позднего созревания. «Наши советские сорта меньше мёрзнут и меньше отвечают на засуху, чем эти иностранные. То есть наши лучше. Да, наши лучше, но эти лучше покупают». Сейчас прекрасный аппарат для плодоношения сада. Ему в среднем 15 лет. У бывшего совхоза Полины Осипенко площадь, засаженная персиком, 50 гектаров. Садоводы и агрономы говорят, что планировалось в этом году собрать гораздо больше урожая. Сейчас ожидают снять порядка 50 тонн персиков. Собрали пока только треть. С полей персики везут на распределитель и на весовую, где в дальнейшем идёт сортировка и определяется цена. На материк наш персик в этом году не экспортируют. Мало. Поэтому лакомятся отечественным экологически чистым крымским продуктом сами жители полуострова. Мэри Бадунс, Евгений Стариков. Служба новостей ТВ. Севастополь. Во второй части нашего выпуска прямо сейчас. Работа по сносу незаконных строений в республике взята на особый контроль. Сергей Аксёнов провёл встречу с представителями профильных министерств. По вашему поручению список стоп-самостроек, он дорабатывается. Буквально в субботу мы прошли совещание со всеми главами муниципалитета в городу. Мир классической музыки и пять образцов вина. Завод «Массандра» открывает музыкальный сезон дегустации уникальных вин под открытым небом. Мы все, господа, верим с вашим, мы с вами на большое русское вино. Только нужно потрудиться. Работа по сносу незаконных строений в парковых зонах и заповедниках Крыма взята на особый контроль власти республики. Таким образом, до 7 августа будет завершена программа землепользования и застройки. По словам Сергея Аксёнова, на месте снесённых объектов незаконного строительства новые возведены не будут. Глава Крыма провёл рабочую встречу, на которой обсуждали вопросы незаконного строительства в республике. Сергей Аксёнов обратил особое внимание на то, что необходимо провести детальный анализ списка «Стоп-самострой», в который внесены объекты капитального строительства. По мнению властей Крыма, существующий реестр может быть неполным, так как работа проводилась крайне халатно. Также нужен контроль за сносом строений на прибережных территориях, в парковых зонах и заповедниках. По вашему поручению список «Стоп-самострой» он дорабатывается. Буквально в субботу прошло совещание со всеми главами муниципалитетов городов. Список на сегодняшний день уже классифицирован. То есть мы выделили несколько категорий и на ближайшем родостроительном совете, получается, через четверг. То есть мы будем просить вас, Сергей Валерьевич, чтобы те объекты, к которым у нас нет претензий, это примерно 20-25, может до 30% списка, мы, так сказать, в крышках отпустили. В свою очередь Министерство строительства и архитектуры республики определило три глобальных направления, в которых и будет работать Градсовет. Он подготовит предложение по определению зон, где установят особый режим строительства и сноса объектов. Этот порядок намерены контролировать в Совете министров. Штрафы, которые устанавливаем и установлены сегодня административными процедурами, они трехкратные по сравнению с федеральными. Поэтому, чтобы не было иллюзий у тех застройщиков, которые попытаются с нами побороться, мы будем бороться в том числе и административными рычагами. Я напомню, если штраф за самовольное строительство сегодня миллион рублей, то, соответственно, в этой зоне он будет 3 миллиона рублей. И этот штраф повторяющийся. Из-за видной периодичностью наши специалисты будут выходить таким застройщиком, пока адекватное решение, надеюсь, не будет принято. Глава Крыма отметил, не стоит забывать об архитектуре и в сельских районах. Прежде всего, речь идет о благоустройстве улиц, озеленении, а также создании зон для отдыха. Помимо этого, особое внимание Сергей Аксенов обратил на ситуацию в Ялте. По его поручению была сформирована межведомственная комиссия, которая изучит все решения по застройке, принятые с 2014 года. Как отметил заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев, работа предстоит крайне тяжелая, но в дальнейшем будут детально рассмотрены и другие приморские города. Мы должны иметь четкую картину, что мы будем выносить на общественное слушание к жителям. Какой режим и какие правовые инструменты будут находиться в руках и исполнительных органов власти, и муниципалитетов, и депутатов, и также республики. Поэтому работа идет полным ходом. До 7 августа будет готова программа землепользования и застройки. Глава Крыма подчеркнул, на месте снесенных объектов новых строений не будет. Это принципиальная позиция власти республики. Также Сергей Аксенов добавил, по его поручению в Ялте ушли с должности архитектор и ряд заместителей. Теперь задача номер один – подготовка новых профильных специалистов. Егор Зайцев, служба новостей ИТВ. В Крыму появился новый комитет, который будет заниматься только дорогами. Государственный комитет по дорожному хозяйству будут курировать два вице-премьера. Предполагается, что комитет должен будет решить наболевшую проблему республики – разбитые и аварийные дороги. В связи с этим на 2018 год будет увеличено финансирование транспортной сферы. Аварийные дороги – самая наболевшая тема Крыма. Чиновники выявили более 29 аварийных мест в столице региона, поэтому появление ведомства просто необходимо. Комитет будут курировать два вице-премьера – Виталий Нахлопин и Владимир Серов. Для поставленных задач в орган исполнительной власти войдут 35 человек. Особое внимание на дороги в городах, особое внимание на уличную дорожную сеть в городах. Мы хотели бы создать полноценный орган, который бы осуществлял методологическую помощь, бюджетирование, планы графики, система контроля, система мониторинга исполнения и систему, соответственно, мотивации, награждения или наказания тех или иных муниципалитетов, которые реально в сегодняшних условиях недостаточного бюджета должны конкурировать за деньги. Ведомство будет частью Крымского Минтранса. Данный комитет должен следить за ремонтом не только республиканских, но и муниципальных дорог. По словам Нахлопина, на сегодняшний день на содержание, капитальные ремонты и реконструкцию дорог выделено более 4 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в соседних регионах. Однако и этого недостаточно. Мы будем просить вас утвердить бюджет в размере 8,7-8,9 миллиарда рублей, для того, чтобы задать более положительную динамику в части дорожного строительства, капитального ремонта, ямочного ремонта и проблем содержания. Кандидатура нового министра транспорта будет представлена в ближайшие 10 дней. Приступить к своим обязанностям члены комитета смогут уже через неделю. Мэри Бадунс, Служба новостей и ТВ. В Центральном музее Таврида открылась выставка археологического антиквариата общей стоимостью в 2 миллиона долларов. Все экспонаты были изъяты сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Черном рынке. Экспозиция приурочена к столетию создания специальных служб в Российской Федерации. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки в одном из залов главного музея Симферополя. Более 200 археологических находок – золотые и серебряные украшения, монеты, стеклянная и керамическая посуда, изделия из бронзы и камня эпохи поздней античности – сегодня представлены на суд зрителей. Безусловно, это показывает всю многогранность нашей истории Крыма. Колоссальные резервы, которые таит она в себе для познания и развития. Конечно, черная археология и борьбу, которую ведет ФСБ с теми, кто этим занимается, вызывает уважение у крымчан, а для нас это новые находки, новые открытия. Все артефакты отражают историю Черноморска-Средиземноморского региона, Северного Причерноморья и Малой Азии в период Римской империи, а также эпоху Великого переселения народов. Каждый предмет был изъят сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконной археологической деятельности. Экспозицию собирали в течение трех лет. Ее страховая стоимость – не менее двух миллионов долларов, и это еще не предел. Сегодня коллекция была передана в Главный музей города. Дарья Костенко, Сурбоновости и ТВ. Крым музыкальный, Крым туристический. Завод «Массандра» подготовил для гостей и жителей полуострова уникальную программу – экскурсии по подвалам завода и дегустация под открытым небом в сопровождении Моцарта и Вивальди. Мероприятие проводится впервые и посвящено окончанию строительства царских подвалов. Здесь, на территории «Массандры», жители и гости полуострова начинают знакомство с великими виноделами Крыма. История богатая и насыщенная. Особое внимание уделяют периоду царского правления. В это время производство вина в «Массандре» растет в 2-3 раза и пользуются колоссальной популярностью по всей России. Его покупают во всех уездных ведомствах, пьют на лучших приемах Петербурга и Москвы. Совершается сделка века. Александр III выкупает эти земли, включает их в состав удельного ведомства. Олег Сергеевич Голицын попадает на должность главного винодела. Вот это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, это последнее строительство Льва Сергеевича Голицына. И оно явилось связующим началом всего того, что было наработано до него в крымском виноделии. То есть, что предложено было Александру III. Все мелкие хозяйства объединить в одно целое, дабы прочно и основательно укрепиться на винодельческом помещении. Каждый микрорайон, каждая микрозона дает свое совершенно уникальное вино. Для того, чтобы обладать общим богатством, нужно по крупицам все собрать в единое целое. По инициативе Льва Голицына был заложен главный винный подвал удельного ведомства для выдержки десертных, столовых и крепких вин. Весь винодельческий комплекс был построен в течение трех с лишним лет и по итогам строительства был признан одним из лучших погребных хозяйств по всей Европе. На глубину более 50 метров вниз уходили семь просторных тоннелей. Протяженность одного тоннеля 150 метров с вентиляционными шахтами и специальным оборудованием. Все это туристам рассказывают и показывают на экскурсии. А после этого гости попадают на главную историческую площадь. Здесь под аккомпанемент великих композиторов Моцарта и Вивальди туристам предлагают продегустировать пять образцов массандровских вин. Мероприятие проводится впервые и посвящено окончанию строительства царских подвалов. Работы были завершены в 1987 году, ровно 120 лет назад. Вот что такое массандра? Есть очень много новых славных виноделий, в которых вкладываются хорошие деньги. У них результат уже будет сегодня. Массандра выстроена по-другому. Она выстроена на тех основах Льва Сергеевича Голицына, когда он призвал виноделов. Мы все, господа, верим с вами большое русское вино. Только нужно потрудиться. И уж если нашему поколению не удастся достичь уже результата, то мы дадим те основы, которые позволят последующим поколениям держать высокую марку русского виноделия. Дегустация вин на исторической площади Массандры в окружении Крымских гор под классическую музыку не оставила равнодушным ни одного посетителя. Такое сопровождение музыкальное, самообстановка. Ну и вино очень хорошее. Общая атмосфера, вот эта вот история, музыка, великолепное вино. Ну вот, все эти три составляющих, они все говорят о себе. Если бы вот это не делали, мне кажется, люди бы сюда с удовольствием шли. Музыкальная дегустация на закате дня будет проходить каждую пятницу до конца октября. Мэри Бадунс, Александр Рыбин, служба новостей ТВ, Массандра. Это были самые главные темы сегодняшнего дня. В студии для вас работал Егор Зайцев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова